День открытых дверей на факультете журналистики начинается прямо с центрального входа. Здесь абитуриентов уже ожидают не только сотрудники приемной комиссии, но и преподаватели журфака. Нам бы хотелось познакомить абитуриентов Московского университета и абитуриентов факультета журналистики не только с современным состоянием нашего факультета, но и с тем зданием, в котором мы находимся, потому что зданием мы по праву гордимся. Телевизионечка «Выгородка» называется. Там есть выгородки, там есть камеры, там есть сиденья для ток-шоу. Очень красивая архитектура, очень богатая история у этого здания. Хочется окунуться в эту атмосферу. Сейчас само здание очень красивое, я даже не ожидала. В принципе, журналисты, мне кажется, сейчас очень интересно остановиться. Экскурсия проходит почти по всему зданию. От главного через всю булюстраду легендарной Екатерининской и Елизаветинской аудитории прямо в 201-ю. Традиционно день открытых дверей проходит три раза в год. Сейчас Елена Леонидовна Вартанова в 201-й аудитории рассказывает про приемную кампанию 2019 года. Будущие студенты внимательно слушают и задают свои вопросы. А вопросов было немало. Их абитуриенты могли задать не только декану, но и сотрудникам приемной комиссии. Мы рассказываем, с чего заключается творческий этап, какие проходные баллы были в прошлом году, какие экзамены требуются ЕГЭ или вступительные, на что обратить внимание. Этим ребятам еще предстоит написать ЕГЭ, пройти творческое испытание и поступить на факультет. А журфак тем временем готовится предложить новую специализацию. Хотим наш факультет сделать более устойчивым в новой цифровой медиасреде и хотим, чтобы наши выпускники получали новые компетенции, квалификации. Но открыть новое направление, получить лицензию от Министерства образования – это не такой быстрый процесс. Мы можем точно сказать, что в ближайшие годы направление медиакоммуникации у нас заработает. Ну а пока факультет только готовится к открытию направления медиакоммуникации, вечерняя магистратура заработает уже в следующем году. Абитуриентам предложат две магистрские программы – телевидение и научная журналистика. Надежда Алистратова, Екатерина Седова, Илья Худобин, Антон Чуванов, Маховая 9.